Более 4 миллиардов рублей дополнительно поступили в республиканский бюджет из федерального центра в этом году. Эти средства направлены на развитие социальной сферы Чувашии. Какие объекты получат финансирование, сегодня решали депутаты Госсовета Чувашии на завершающей сессии парламента 5-го созыва. Вообще-то август месяц парламентских каникул. И на завершающую 39-ю сессию 5-го созыва Государственного Совета депутаты должны были собраться в первых числах сентября. Но вопрос о распределении 4 миллиардов рублей, которые поступили в республиканский бюджет, заставил встретиться их раньше намеченного срока. В августе в республику поступили 480 миллионов рублей. Всего же с начала года из федерального бюджета дополнительно перечислили почти 4,5 миллиарда. Таким образом, республиканский бюджет на 2016 год увеличивается по доходам на 4 миллиарда 340 миллионов рублей. В том числе за счет увеличения налоговых доходов на 579 миллионов. Министр финансов Светлана Янилина сообщила, что доходная часть бюджета в 2016 году с учетом утвержденных сегодня изменений составит 38 миллиардов по 770 миллионов рублей. Это больше, чем в первоначальной редакции документа на 21%. Значительные средства будут направлены на дорожное строительство, на возведение и ремонт школ, детских садов. Будут поддержаны культура, туризм, здравоохранение, агропромышленный комплекс, малый и средний бизнес. Всего в общей сложности при уточнении бюджета на развитие социально-культурной сферы предлагается направить дополнительно 1 миллиард 342 миллиона рублей. 554 миллиона рублей направляется на строительство учреждений образования. В том числе предусмотрены средства на строительство реконструкции пяти школ. Из них одномоментно строится в городе Чебоксары. Три школы, что впервые в республике. 584 миллиона направляется на строительство школы в микрорайоне улицы Гладкова по городу Чебоксары. 10,2 миллиона собственные средства направляются на строительство кадетской школы. 40 миллионов также выделено на строительство школы в микрорайоне Уворске-3. 28,8 миллионов предусмотрено на реконструкции гимназии номер один в городе Марпасад. Закон о внесении изменений в бюджет Чувашии принят в двух чтениях. 34 депутата были за, 2 против и 4 воздержались. К сожалению, данный законопроект был принят не единогласно. Фракция «Справедливая Россия» воздержалась. Мы, к сожалению, не можем себе позволить, чтобы 4,3 миллиарда лежали без работы, дожидаясь следующей сессии, следующего решения принятия данного закона. Конечно же, данный закон был принят. Основная доля из 4,3 миллиардов – это 3,7 миллиарда субсидий федеральные. И плюс, отрадно, приятно сегодня отметить, что почти 580 – это увеличение, рост налоговых поступлений в республиканскую казну. Все будет это использовано в рамках развития, стратегии развития до 2020 года. Голова Чуваша Михаил Игнатьев поблагодарил депутатов за конструктивную работу. Государственный совет – это орган с разными политическими взглядами. У каждого различные подходы к решению проблем в экономических и социальных сферах. Но нам всегда удавалось находить путь решения тех проблем, которые волновали и волнуют жителей. Да, отдельные депутаты, мы все знаем, не сходили из трибун, всегда старались политизировать тему. По отдельным проектам законов они вообще против голосовали. Впереди у большинства депутатов сложное время. Многие из них вновь будут баллотироваться в Государственный совет. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика.